Стилизованные под старину башенки зубчатые стены. Утро красит нежным светом стены нового Кремля. Именно так теперь выглядит общеобразовательная школа номер два, открытие которой состоялось сегодня в районе Зелёной аллеи. В здании на школьной проходит реконструкция, и поэтому коллектив учебного заведения переехал сюда, в Зелёные аллеи. Мы согласовывали оборудование, согласовывали все материалы, полные комплектации школы. И надо отдать должное, все наши пожелания практически удовлетворяются. На официальном открытии собрались преподаватели, родители с будущими юными хозяевами школы и, конечно, официальные лица. Представители правительства Московской области и Ленинского района. Площадь школы больше 13 тысяч квадратных метров. В 24 классах смогут учиться более 600 детей. Она будет работать в одну смену, но здесь предусмотрены две группы продлённого дня, где дети смогут отдыхать и заниматься до 6 часов вечера. Одним словом, всё продумано до мелочей. Мы приближаемся к тому, чтобы выполнить указ президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по ликвидации второй смены и комфортности пребывания наших детей в общеобразовательных учреждениях. Не будет преувеличением назвать это событие долгожданным. Три года не открывались школы на территории Ленинского района. А в Видном новые образовательные учреждения не строились уже 10 лет. Но теперь можно с уверенностью сказать, что эта тенденция преодолена. В ближайший год планируется открытие ещё пяти школ в Ленинском муниципальном районе. И такая картина по всей Московской области. В этом году, к первому сентября, мы вводим 14 школ. Столько в стране не вводил никто и никогда. И до нового года мы построим ещё 13 школ. Итого 27 новых школ распахнут двери для почти 25 тысяч учеников. Вместе с будущими первоклассниками символичную красную ленточку перерезали представители областной и районной администрации. После чего для представительной делегации провели небольшую экскурсию. Чтобы грызть гранит науки было приятнее, помимо учебных классов в школе расположились просторная столовая, библиотека, большой спортивный зал. Для начальных классов предусмотрены не только кабинеты для занятий, но и игровые комнаты и спальни. Кабинет лингофонный английского языка. На турам творческим будет где развернуться. Для них построена хореографическая студия площадью порядка 150 квадратных метров и зрительный зал на 360 мест со сценой и гримерками. Те, кому больше по душе спорт, смогут покачать мышцы на многочисленных тренажёрах или погонять мяч на огромном футбольном поле. Это наше спортивное ядро. Стадион, там есть место, где заниматься, турники, тренажёры. Экскурсии гости остались довольны. Ну а совсем скоро, меньше чем через неделю, юные жители Видного будут отмечать День знаний. В такой школе этот праздник будет особенно приятным. Максим Козлов, Евгений Петров и Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.